Здравствуйте! Агентство Формулы и казахстанская страховая компания Коммерс Коммерс приглашает вас на осенний парижский автосалон. Парижский автосалон по праву считается одним из самых авторитетных в мире. Свою родословную он ведет аж с 1898 года, но в 70-х годах прошлого века серьезную конкуренцию ему составил Франкфуртский автосалон. Ну и чтобы избежать ненужной конфронтации, было принято решение проводить автосалон по очереди. Один год по Франкфурте, другой год в Париже. Но самое интересное заключается в том, что в результате такого решения произошло своеобразное разделение интересов. Немецкий автосалон стал делать упор на технологии, а вот французский на дизайн. К сожалению, в последнее время особых открытий в области автомобильного дизайна не произошло, и все тайны надеялись, что мировая столица моды Париж блеснет красочным фейерверком новых дизайнерских решений и стилей. В предвкушении сенсации на автошоу в этом году приехали 13 тысяч журналистов, а организаторы автошоу с гордостью заявили, что ожидает нам идеал для автомобилей в этом году более 1 миллиона посетителей. Однако, увы, судя по представленным моделям автомобилей, даже мировая столица моды не смогла вдохновить производителей автомобилей на создание шедевров автомобильного дизайна. И сегодня, увы, производители машин делают основной упор не на дизайн, а на технологии. Причем, самое забавное заключается в том, что многие инженеры стали отказываться от модных конструкторских решений и вернулись в классической школе инженерных. Впрочем, общую оценку парижскому автосалону и мировому автопрому мы с вами дадим чуть позже, а сейчас давайте познакомимся с мировыми дебютантами. Итак, традиционный наибольший интерес на автосалонах вызывает производители суперкаров, так как они находятся на самом переднем крае развития технологий дизайна. Но если учесть, что наибольший интерес вызывает у всех борьба итальянского жеребца Феррари с быком в Ламборгини, то наше знакомство с новинками парижского автосалона мы начнем с этих компаний. Компания Ламборгини уже традиционна. Ночь перед первым пресс-днем сначала представила свой новый суперкар Ламборгини Астарион для VIP-персон в формате закрытой вечеринки. Кстати, попасть на это мероприятие было очень сложно, и даже для ограниченного круга приглашенных в СМИ пригласительные выдавались только на одного человека. Исключение было сделано для некоторых съемочных групп. Нам выдали пригласительные еще и на операторов. Однако в связи с закрытостью мероприятия и повышенного контроля со стороны служб безопасности операторам работать было очень сложно. Зато на следующий день, когда состоялась уже официальная мировая премьера новой Ламборгини на парижском автосалоне, нам удалось снять машину во всей их красе. Итак, новый суперкар Ламборгини получил необычное имя, астарион и дополнительный буквенный цифровой индекс LPI-910-4. Несложно догадаться, что под буквами и цифрами нового Ламборгини зашифрованы технические особенности автомобиля. LP – это среднемоторный спорткупе, 910 – мощность мотора, цифра 4 – это привод на все четыре колеса. Но самая любопытная информация зашифрована в названии машины – астарион. Дело в том, что все прежние модели Ламборгини называли в честь легендарных быков. Астарион не бык, а мифический минотавр, ну полубык – получеловек. Таким образом, создатели нового спорткупе намекнули, что Ламборгини Астарион – это не просто автомобиль, а автомобиль с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя мощностью 610 лошадиных сил и трех электромоторов, суммарной мощностью 300 лошадиных сил, получающих энергию от литий-ионных аккумуляторов, расположенных в центральном тоннеле. Данная силовая установка позволяет Ламборгини ездить как в режиме электрокара, так и в режиме обычного автомобиля, ну то есть быть полуавтомобилем, полуэлектрокаром. До 100 км в час Астарион разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость машины составляет 320 км в час в режиме гибрида и 125 км в час в режиме электрокара. Емкость уже аккумуляторов хватает на пробег 50 км. Кстати о том, что эта машина с гибридной силовой установкой, свидетельствует еще и буква «Ай» в названии суперкара. С точки зрения внешнего дизайна, Астарион смотрится превосходно, причем особо хотелось бы подчеркнуть тот факт, что пропорции кузова очень близки к пропорциям классического спор-купе. Слегка удлиненный нос и сдвинутый к задним колесам пилотский кокпет. Однако, если у классических спор-купе удлиненная линия капота была связана с рядными 6- и 8-цилиндровыми моторами, то у Астариона удлиненная фронтальная часть связана с увеличенным объемом багажника. К сожалению, итальянцы пока не сообщают о производственных планах нового гибридного спор-купе. Скорее всего, Астарион будет выпущен ограниченной серией, как это сделали руководители Порше с гибридным спорткаром Порше 918 Spyder. Руководители же компании Феррари в этот раз не стали связываться с новыми технологиями, а представили ростер Феррари 458 Специаля А, созданный в классической школе инженеры. Под буквой А прячется слово «аперто», что можно перевести на русский язык как «открыто». И в том, что для ростера инженеры Феррари сделали весьма забавную жесткую крышу из алюминия, которая не складывается, а открывается переворотом и прячется багажник. Очевидно поэтому, руководители Феррари и решили добавить в название ростера букву А – «аперто». Кстати, механизм крыши оказался не только быстрым, весь процесс занимает рекордные 14 секунд, но и легким – всего лишь 50 кг. А общая масса Феррари составляет 1340 кг, что также весьма впечатляет. Движение в машину приводит классический атмосферный бензиновый мотор объемом 4,5 литра, мощностью 605 л.с. с крутящим моментом 540 ньютон-метров. Двигатель достаточно оборотистый. Красная зона тахометра начинается с 9000 оборотов в минуту. До 100 км в час ростер разгоняется за 3 секунды, до 200 км в час за 9,5 секунд, а максимальная скорость машины составляет 325 км в час. Как заявляет создатель ростера, это самый быстрый аэродинамичный ростер за всю историю Феррари. Салон машины создан в спортивном стиле с декоративными элементами и с карбоном, а дверные панели центральной консоль и сиденья обтянуты алькантарой. Всего будет выпущено 499 экземпляров ростера. Согласно же нашей информации, цена машины составит 300 тысяч евро. Немецкий же производитель машин не оставляет надежды с помощью новых технологий обойти своих конкурентов. К примеру, немецкий концепт Volkswagen представил в Париже новый концепт Volkswagen XL Sport. Забавно, но некоторое время тому назад, Volkswagen уже демонстрировал мировой общественности свой суперэкономичный концепт XL1. Если судить по внешнему дизайну нового концепта, то он создан на базе XL1. Однако, инженеры Volkswagen заявляют, что новый концепт создан с чистого листа и обладает более высокими техническими характеристиками. В частности, кузов XL Sport больше. Длина машины составляет 4291 мм при ширине 1847 мм и высоте 1152 мм. При этом, благодаря карбоновому монококуку кузова, машина весит всего лишь 890 кг. Далее, несмотря на то, что XL Sport выглядит внешне менее аэродинамически залезанным, тем не менее, коэффициент аэродинамического сопротивления у него составляет 0,258, что является лучшим показателем среди споркаров. В качестве силовой установки инженеры Volkswagen использовали мотоциклетный мотор от Superbike Ducati мощностью 197 л.с. В паре с этим мотором работает 7-скоростная роботизированная коробка передач. До 100 км в час концепт разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 км в час. К сожалению, руководители концерна Volkswagen не сообщили о дальнейшей судьбе представленного концепта. Но в неофициальной беседе один из создателей концепта заявил мне, что планируется выпустить примерно 250 экземпляров XL Sport для поклонников экзотических споркаров. Компания Audi, входящая в структуру концерна Volkswagen, также представила свой вариант спорткара, но в виде концепта из семейства ТТ. До парижской премьеры многие эксперты считали, что инженеры Audi создадут купеобразный седан. Однако руководители компании Audi решили родстер и купе ТТ дополнить не седаном, а хатчбеком, что выглядят более разумными. Машина создана на модульной платформе MQB и имеет следующие геометрические пропорции кузова. Длину 4,47 м, ширину 1,89 м и высоту 1,30 м. Таким образом, представленный концепт Audi ТТ Sportback будет самым крупным и просторным в семействе ТТ. Впрочем, он будет и самым быстрым. На машине установлен 2-литровый турбированный мотор, мощностью 400 л.с., работающий в паре с 7-диапазонным автоматом Estroni и системой постоянного полного привода Quattro. До 100 км в час машина разгоняется за 3,9 секунды. Подвеска у концепта в точности повторяет купе. Спереди McPherson, сзади многорычажда. Любопытно, то фронтальная часть кузова машины сделана не из алюминия, что сегодня очень популярно, а из стали, как на автомобилях с классической школой инженеры. Кроме того, из стали сделаны и днища. Как заявили нам инженеры Audi, это было продиктовано необходимостью сделать центр тяжести ниже, что позволило повысить устойчивость в управляемости автомобилем в быстрых виражах. Среди технических новинок воплощенных в концепте следует отметить также новые адаптивные фары с четырьмя лазерными диодами, дающими чистый и яркий свет на несколько сотен метров вперед. Серийная версия концепта Audi TT Sport Bug будет представлена общественности в будущем году на весеннем Женевском автосалоне. Второе место по популярности у производителей машин занимает сегодня кроссовер. Это семейство машин стой стремительно стало пользоваться высоким спросом у покупателей, что даже производители дорогих суперкаров и люксовых автомобилей премиум класса стали в срочном порядке создавать свои варианты кроссоверы. Ну а производители массовых автомобилей не менее срочным порядком стали переделывать свои городские маловетражки в псевдокроссоверы. К примеру, Volkswagen такой опыт поставил на жуке и модели Polo, Fiat и Opel над своими крошечными моделями 500 и Adam. Не остался в стороне испанский Seat. На парижском автосалоне испанцы представили новую модель Seat Rion Experience. По классификации испанцы определили Experience как вседорожный универсал, полученный комфорта, ну то есть фактически кроссоверный. Машина оснащена системой постоянного полного привода, с многодисковой муфтой и системой блокировки дифференциала как на задней оси, так и на передней. Для преодоления бездорожья к леренсу машину увеличили до 160 мм. Гамма прилагаемых моторов будет состоять из бензиновых двигателей мощностью 130 и 180 лошадиных сил и трех турбодизелей мощностью 110, 150 и 184 лошадиных сил. Талон машины у Seat достаточно просторный и если сложить все сидения, то объем полезного пространства для багажа составит 1470 литров. Ну а в стандартном состоянии объем багажника составляет 587 литров. Продажу вседорожный универсал поступит в конце октября. Французский консерв Рено, несмотря на наличие производственной программы кроссоверов, решил флагманскую модель Espace трансформировать из минивэна в кроссовер. И если признаться честно, то этот весьма рискованный шаг у французов получился просто великолепный. Хотел бы напомнить вам, что минивэн Рено Espace еще 30 лет назад стал родоначальником нового семейства минивэна. За это время было выпущено 4 поколения Espace, а вот 5 поколение руководителей концерна Рено решили трансформировать в кроссовер, что вполне объяснимо, так как фактически кроссоверы сегодня это и есть минивэны, только с увеличенным клиренсом и более высокой посадкой. Однако, если другие производители машин, увеличив колесные арки, тупо ставят машину на большие колеса, типа вот вам и кроссоверы, то инженеры Рено создали кроссовер Espace практически с чистого листа. Вначале машина была представлена в виде концепта на франковском автосалоне в прошлом году, и в течение года инженеры и дизайнеры Рено довели концепт до серийной модели Рено Espace. Если же оценивать внешний дизайн кроссовера, то в характере машины явно преобладает аэродинамический стиль с легким налетом спортивности. Особенно хорошо это подчеркивает высокая поясная линия и низкая линия крыши с заушенной зоной остекленения. Салон машины весьма просторный и комфортабельный, рассчитан на перевозку семи человек. Впрочем, удивляться нечему, так как размеры кузова весьма внушительны. Длина машины составляет 4 метра 85 сантиметров, ширина 1,87 метра и высота 1,68 метра. При этом нет ощущения громоздкости машины. Благодаря огромному панорамному лобовому стеклу площадью 2,8 квадратных метра с плавным переходом в стеклянную крышу визуально создается ощущение особой легкости и огромного пространства. Сегодня автомобили концерна Рено можно свободно купить и у нас в Казахстане. Если вам понравились эти автомобили, автомобили действительно очень интересные, то я вам могу посоветовать только одно. Обратиться к официальному дилеру концерна Рено у нас в Казахстане, компании Алматы АТО. Специалисты компании АТО прекрасно знают всю производственную программу концерна Рено и дадут вам самую полную и достоверную информацию о всей производственной программе концерна Рено. Ну а на этом у меня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok